И снова здравствуйте! Еще одна байка. Это случилось в той же группе в Непале, в Четванском национальном парке, в 1998, кажется, году. В общем, в дремучем году. И вот у нас было два персонажа, Васечка и Ирочка. И вот на утренней линейке нам, значит, гид говорит, сегодня у вас будет сафари пешком в Четванском парке, где много всяких тварей водится там, и достаточно опасных. Есть даже тигры, есть носороги, которые в основном, главная опасность, бегемоты. Ну и многие другие, которых очень надо побаиваться. Так вот, он сказал, обязательно однитесь в такую форму неприметную, чтобы там все было серое, черное, без запаха, длинные рукава и все такое, длинные брюки. Ну вот, мы все так одели, честно, пришли в назначенное время. Нет одного человека, это, конечно, Ирочки нет. И вот в какой-то момент появляется Ирочка, и вот, представляете, она появляется в красных трусах, в каком-то черном топике очень эффектном. И, значит, за ней еще такой шлейф духов таких, Шанель идет. Ну, все открыли рот, особенно гид открыл, естественно, который об всем предупрежал заранее, смотрит на меня. Ну, я говорю, ну, что делать, давайте уже как-то двигаться. Ну, значит, люди деликатные, все пошли, значит, вот такой группой. Идем, значит, по джунглям, ну и, конечно же, видим носорога, который лежит в луже, он там спит, по всей видимости. И гид говорит, так-так-так, стоп-стоп-стоп, больше мы не приближаемся к этому носорогу, снимаем издалей, то есть максимум вот расстояние 30 метров. Ну, все слушают, конечно, что говорит гид, кроме одного человека, догадайтесь, как его заболеть. Ну, конечно, вот Ирочка подходит ближе-ближе-ближе, ей нравится снимать этого носорога. Автоаппараты были тогда не цифровые, а такие пленочные, но с перемоткой уже. И вот в какой-то момент пленка кончается, и автоаппарат начинает ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз просыпается, а Ирочка находится на расстоянии буквально метров пяти, наверное, от этой лужи, где он лежит, собственно говоря. Он просыпается, и тут наш гид издает дикий совершенно вопль, такой тарзан настоящего. И вдруг мы понимаем, что проблема не в этом носороге, который проснулся в этой луже, а в другом носороге, который бежит, помогает своему товарищу, потому что на него набрасываются где-то сбоку. И гид поворачивается прямо в эту сторону, в бок, и кидает в него такую свою палку, потому что кроме палки у него больше в руках ничего нет. И мы, естественно, в ужасе, потому что на нас бежит носорог сбоку, мы начинаем бежать. В этот день я узнал, что этот Васечка был мастером спорта по легкой атлетике, потому что он бежал быстрее всех. Ну, естественно, забрались на какие-то деревья. В ужасе, ну, конечно, все обошлось, как бы, но все фотоаппарат там потеряли. Ну, в общем, вот было о чем вспомнить вечером. Такая история. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...